Здравствуйте! Тема нашего урока – среднеарихметическое, мода и медиана, решение задач. Статистические характеристики. Первая задача. Найдите среднеарихметическое ряда. Вы знаете, чтобы найти среднеарихметическое, надо сложить все числа и разделить на их количество. У нас раз, два, три, четыре числа, поэтому мы сложим, разделим на четыре. Ответ будет 5,5. Значит, среднеарихметическое ряда равно 5,5. Вторая задача. Найдите моду ряда. Как вы видите, в данном ряде нет повторяющихся чисел, а мода – это повторяющиеся числа, поэтому моды нет. Следующая задача. Найдите размах ряда. Вы знаете, размах ряда – это разность между наибольшим и наименьшим значением. Наибольшее значение – 26, наименьшее значение – 0. 26 отнять 0 – будет 26. Поэтому размах ряда равен 26. Следующая задача. Найдите медиану ряда. Вы знаете, чтобы найти медиану ряда, надо сначала поставить их в порядке возрастания. Так как их 6 штук, то у нас четное число членов ряда. Тогда четное число членов ряда выбираем в середине 2 числа и находим их среднеарихметическое. 20 плюс 31 – 51. 51.9 на 2 – будет 25,5. Значит, медиана ряда равна 25,5. Следующая задача. Девочка купила 3 разные коробки цветных карандашей. Среднеарихметическое карандашей в трех коробках равно 22. Одну коробку она отдала брату. Найдите в среднем количество карандашей в двух оставшихся коробках, если в коробке, отданной брату, было 18 карандашей. Так как среднеарихметическое в трех коробках равно 22, мы можем найти сумму карандашей, находящихся в трех коробках. 3 умножить на 22 будет 66, это сумма трех чисел. Так как она отдала одну коробку брату, в которой было 18 карандашей, от 66 отнимем 18, 48 – это сумма двух чисел, то есть сумма карандашей в двух оставшихся коробках. Нам надо найти среднее количество карандашей в двух оставшихся коробках, так как осталось две коробки, 48 делить на 2, 24 – это среднее арифметическое двух чисел, то есть среднее количество карандашей в двух оставшихся коробках. Следующая задача. Найдите среднюю скорость поезда, который 4 часа двигался со скоростью 60 км в час и 2 часа со скоростью 75 км в час. Вы знаете, чтобы найти среднюю скорость, надо весь путь разделить на все время. Чтобы найти весь путь, надо сначала найти путь о каждом участке за 4 часа и за 2 часа. Чтобы найти путь, надо скорость умножить на время. 4 умножить на 60 плюс 2 умножить на 75 – это весь путь. 4 часа и 2 часа – это все затраченное время. Получается 390 км делить на 6 часов. Наш ответ 65 км в час – это и есть средняя скорость поезда. Следующая задача. Одно из чисел в 3,5 раза больше другого. Среднее арифметическое этих чисел равно 90. Найдите эти числа. Что мы сделаем? Сначала 90 умножим на 2, потому что речь идет о двух числах. 90 умножить на 2 будет 180 – это сумма данных чисел. Известно, что одно из чисел в 3,5 раза больше другого. Значит, одно х, а другое – 3,5х. Сложим, получаем 4,5х – это сумма данных чисел. Приравняем с числом 180. 4,5х равно 180. 108 изделим на 4,5х равно 40. То есть одно из чисел 40, другое в 3,5 раза больше. 3,5 умножим на 40. Получаем, что второе число – 140. Значит, эти числа – 40 и 140. Следующая задача. Среднеарихметическое 6 чисел равно 1,5. Среднеарихметическое других 4 чисел равно 1,25. Найдите среднеарихметическое всех 10 чисел. Так как мы знаем среднеарихметическое 6 чисел, если мы их умножим 1,5 на 6, мы получим сумму 6. 4 на 1,25 – сумму 4. Значит, сумма 10, 9 плюс 5 – 14. Так как их было 10 штук, 14 делить на 10, 1,4 – это среднеарихметическое 10 чисел. Следующая задача. Первое число в 4 раза больше второго. Третье число в 3 раза больше первого. Найдите эти числа, если среднеарихметическое всех 3 чисел равно 51. Так как мы знаем, что первое число в 4 раза больше, чем второе, второе обозначим за х, первое – за 4х. Третье в 3 раза больше, чем первое. 3 умножим на 4х, получается 12х. Сумма чисел будет, так как среднеарихметическое равно 51. 51 умножим на их количество, то есть на 3. 51 на 3 будет 153. Сложим х плюс 4х плюс 12х. Это сумма чисел. И она равна 153. 17х равно 153. х равно 153 делить на 17. х равно 9. Значит, второе число у нас 9. Первое число 4х. 4х9 – 36. И третье число 12х. 12 на 9 – 108. Значит, наши числа 9, 36 и 108. Следующая задача. Измерив рост 12 солдат в сантиметрах, получили следующие данные. 178, 169, 191, 182, 171, 174, 173, 180, 179, 164, 178 и 185 сантиметров. Найдите средний рост солдат и число солдат выше среднего роста. Чтобы найти средний рост солдат, надо найти среднеарифметическое этого ряда. Их у нас 12. Сложили, разделили на 12, получили 177 сантиметров. Это средний рост солдат. Оказалось, что 7 солдат – это те солдаты, рост которых выше среднего роста. Посмотрите. 178, 191, 182. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ровно 7 солдат. Статистические исследования. В женском обувном магазине провели статистические исследования и составили соответствующую таблицу по цене обуви и количеству продаж. Как вы видите, 8 штук по 500 монат, 9 штук по 1200 монат, 14 штук по 1500 монат, 15 штук по 1800 монат, 3 штуки по 2000 монат и 1 штука по 2500 монат. Для данных показателей найдите статистические характеристики и объясните их значения. Ответьте на вопрос, обувь за какую цену не следует продавать в магазину. Так как меньше всего купили обуви за 2500 монат, то за 2500 монат обувь не стоит продавать в магазину. Обувь по какой цене следует распространять? Больше всего купили обувь за 1800 монат и за 1500 монат. Поэтому стоит продавать за 1800 монат. По какой цене лучше стремиться? Лучше стремиться к цене 1800 монат. По каким параметрам еще можно провести статистические исследования в обувном магазине? На этот вопрос вы можете ответить сами. Приведите еще наглядные примеры использования статистики. И этот вопрос вы тоже можете на этот вопрос ответить сами. Спасибо за внимание!